Я состою в абьюзивных отношениях уже длительное время с сигаретами. Я пытаюсь их бросить, но их слишком много, я не успеваю со всеми расстаться. Еще каждый раз, когда я бросаю курить, я выхожу на улицу и вижу, как они тусят со всеми, чтобы вызвать ревность у меня. Около года я провел в этом ужасном состоянии, прикиньте. То есть у меня нет желания работать над чем-либо. Нет желания жить, ничего не хочется, хочется плакать, мне плохо. И к этому моему обычному состоянию еще и добавляется желание курить, пиздец. Куда еще? Я пытался завязать многими способами. Я сидел на форумах про курение, я читал статьи про курение, смотрел фильмы про супергероев, но ничего не помогает. В какой-то момент я сдался и решил завязать с завязыванием. Я такой, ну не получается, хватит, кури сколько захочешь уже. Но, как оказалось, я подсел на завязывание. У меня ломка, вот завязывание появилось. То есть теперь я не могу не бросить курить, не перестать бросать курить. Но! Спустя какое-то время кое-что случилось приятное. И на данный момент, прямо сейчас, вы не поверите, меня не интересуют сигареты вообще. Просто перестали меня интересовать. Да, спасибо, спасибо, нахуй эти сигареты. Теперь меня волнует другое. Как бросить кальяны, вейпсы, айкосы и аж кюдишки, ебаные. Да, я пытаюсь бросить сигареты, пересел на все, что можно вообще. Это как пытаться расстаться с девушкой и начать встречаться еще с тремя девушками. И одним парнем. Где парень, это я про айкос, если что. Сначала я пытался перейти на вейпы и постепенно снижать никотин. Наверное, вы слышали про это. Купил вейп, избавился от всех сигарет дома, выкурив их. Но спустя неделю я избавился от вейпа тоже. Вместе с джинсами, в которые протекла жижа вейповская. Я, кстати, пробовал сигары. Не для того, чтобы бросить, просто выебываясь, что пробовал сигары. Мне в какой-то момент жизни уже бабушка пыталась помочь. Она такая, Марк, я знаю один способ, как помочь тебе бросить курить. Я тебе кое-что заварю. Ты это выпьешь. И желание курить и испариться. Как поссать вообще? Так и сказала. Я сказал, ба, не-не-не. Я второй раз твою мочу пить не буду. Больше на это не попадусь. Очень много драмы появилось в моей жизни с первой попытки бросить. Не знаю, может у вас такое было. Это вот, когда ты внезапно берешь вот так сигарету. Начинаешь ее медленно ломать на две части. Начинаешь крошить ее вот так. И говорить, что за хуйню я делаю. Зачем? Зачем я ломаю невидимую сигарету? У меня же есть настоящая. Говорю. А ты достаешь сигарету. Вот так ломаешь ее на две части. Начинаешь крошить. Я потом уберусь тут. Простите, пожалуйста. Начинаешь крошить. И такой, что за хуйню я делаю со своей жизнью. Смотришь на этот табак. Не понимаешь, в чем смысл. И вам становится как-то не по себе. Вы задумываетесь о своих слабостях. О комплексах. О силе воли. И для того, чтобы тебе стало проще думать, ты берешь и закуриваешь вторую. Кто у вас такой? Меня просто не покидает страх, что я не брошу никогда. Что это со мной на всю жизнь. Знаете, не хочется представлять себя в старости дедом с фиолетовой шкюдишкой. Кашляющим со вкусом банана. Не хочется подскользнуться на этой кожуре зависимости. На всю жизнь. А возможно так и будет, кстати. Потому что мы же с вами вряд ли будем сигареты курить в старости. Это сейчас вот последние деды с сигаретами. Они еще без фильтра курят. Я сначала не понимал, как эту дрянь вообще можно курить без фильтра. Но сейчас понял. Человек, повидавший жизнь. Старый, мудрый. Он если базар фильтровать умеет, то сигарету, наверное, тоже. Правильно? Спасибо, у меня все. Раду быть здесь. На самом деле не все. Просто курить пиздец хочется. Больше не могу терпеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова